Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу поделиться с вами своим рецептом домашнего копчения. Хочу показать вам, как я копчу рыбу горячего копчения. Коптить буду дома, на кухне. Сразу после рыбалки было лень снимать, да и сил особо не было снимать. Поэтому почистил я за кадром её. Что я сделал? Убрал жабры, удалил. И выпотрошил. Выпотрошил леща. И засолил адыгейской солью. Пока рыба обветривается, подготовил опилки. Пять хороших больших жмений опилок. Залил минеральной водой. Пока рыба будет обветриваться, всё равно напилки пропитаются влагой. Это я делаю для того, чтобы было более долгое тление. И больше было дыму в коптильне. Он взял такую адыгейскую соль. Довольно ароматная, вкусная. Пять столовых ложек соли. На данное количество подлещика. Добавил прованских трав. В данную смесь входят такие травы, как лук, паприка, петрушка, базилик, розмарин, тимьян, чабер, орегано, шалфей и мята. Сделал маринад и примерно 12 часов рыба находилась в данном маринаде в холодильнике. Теперь я достал её, выложил на газету, чтобы удалить лишнюю влагу с рыбы. Ну и где-то на газете дам полежать 2-3 часа. И после этого в коптильню засыплю такие вот опилки щипа для копчения ольха. Для копчения мяса, рыбы, птицы и колбас. И на этих опилках будет происходить копчение. Ну вот, коллеги, рыба обветрилась, щипа намокла. Разложил щипу в два таких пакета. Завернул специально в фольгу, чтобы беречь дно коптильни, чтобы оно не пригорало. Фольгу взял и выкинул. Специально поделил на два пакета. Сначала включу одну комфорку, чтобы продымила одна партия опилок. Потом включу вторую. Я думаю, результат будет очень интересный и хороший от двух закладок опилок. Теперь ставлю поддон. Поддон тоже предварительно застелил фольгой, чтобы весь жир и вся лишняя влага не портила. Металл также взять и выкинуть его вместе с жиром. И закладываю рыбу. Все подлещики у меня не влезли. Выбрал самых крупных. И теперь начинаем коптить. Закрываем крышкой. Подключаем трубку. Трубку выкидываем в окно. Заливаем гермозатвор водой. И сначала на маленьком огне, а потом увеличим и включим вторую комфорку. Примерно коптиться рыба будет где-то час. Ну вот, друзья, прошел час. Выключил коптильню. Минут 15 она у меня еще постояла. Немного остыла. Открыл рыбу. Так вот аппетитно все красиво получилось. Обалденный запах на кухне. Теперь дам рыбе остынуть. Часа два выложу на тарелку. Буду пробовать. Вот, друзья, такая ароматная, красивая рыбка получилась. Она уже остыла. Переложил ее на тарелки. Так вот аппетитно все выглядит. Запах супер на всю кухню. Теперь будем пробовать. Я надеюсь, все получилось отлично. Маринад проверенный. Как всегда, ароматно и вкусно. Пробуйте, друзья, коптить так же. И я надеюсь, что вы не разочаруетесь. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале и ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...